пока не слазьте я на 5 минут пораньше встал чтобы заснять где вы лежите что у нас тут за братья ночует о как то что-то развернула тебя туда в другую сторону то так удобнее а удобнее так нет и удобнее так неудобнее удобнее спать голова где холоде ноги в тепле печки ногами неправильно развернись сегодня туда иди это еще во сне то видел а я уже подготовил думаю дай-ка я встану на 5 минут пораньше но начальник попай рука не вставайте пока сейчас я засниму все маленький вот они потешатся сейчас за звенит ваш телефон спят тихо а форточку когда будете открывать на ночных холодно было еще холодно было правильно тогда воде кида понежите охота ну кто из вас вставал 440 так раньше рисовали не знали уже чему-то ты научился одеял то я вижу у тебя и вроде теплая вообще тут коровать то рассчитано на то почему такие широкие кровати сделано вот раскину руку одной рукой туда все вот так вот вот так сюда это означает что потом минимум полтора метра это рассчитано то что если в лагере будет холодно ребятишек вот так вот ложись поперек кровати сколько можно было свободно здесь человек пять положу но и так считая воспитатели на верхние вот эти как веревочка тут маленько прослушивается если нужно широчка вот так открылся закрылся вот я здесь на столе вот все есть и помощь это шапочка какая-то как у монаха монашеская шапочка какая-то лежит что здесь есть от меня купили приемничек мара может что-то слушать по нему это у меня старинной подаренной древо жизни называется как организация компьютер падает подарили привезли александр иосифович нежный писатель из города москвы меня спрашивает он привозил по тюрьмам там по лагерям дарили вам компьютер надо зачем я говорю вот состояние к зачем он мне нужен ну печатать там и дурочек еще печатать у меня машинка украина 2 вот вот сейчас 5 здесь 25 вот так нужно вставать почему ответить не могу это внутреннее побуждение потом я нашел мать тереза все вы вставали в 4 40 потом еще раз нашел все подъем рота подъем все ребята мои все тут кухня вот оно какое здесь готовят на кухне этот столик столик за столиком это моя постель ну сверху палаткой накрыта военной так темноте я кое-как накрыл вот рядом плитка он на плитке там открыть и брать это видно где на такое на такое рассчитано чтоб штепсель то вошел а тот русской это русская говорю голландка я ее делал очень удачно сделано видите какая высокая высота ее больше двух метров ну вот духовочка с этой стороны здесь для кошек сделано здесь видите как полочка на полочке все сделано одна полка два три четыре пять шесть семь полок и вверху вон стоят огромные книги старинные у меня тут или советинская библия вот такая другие книги что-то переплетенное вот так видите как вот маленькое пространство совсем маленькая называя затаренная нам мертво закрыта до шторки внизу шторка одна покажу вот такая вот шторка впереди днем зашито тюлем а потом плотная вот там не хватило и как одеяло вот и такое как одеяло вот здесь мы здесь это книги тоже сидеть можно было стулья стулья вот это выброшенные были все стулья палочку приделал на что привязал ее тут привязал не просто так возик забитый завернуты вот это тоже вот видите какие прикручены или минимум и пролочек то есть жить можно в бедности а все бедности то даже деньги лежат 100 рублей на пятерых вообще шикарно здесь календарь 2013 тут все жил виктор николаевич а строил больше это мой материал был андрей дробот глухонемой вот интересно очень послушный умелец такой все делает строю но как только построил домик сразу распрягся вышел из повиновения стою когда хочу мы все остальное проще окончила чем и чем полной катастрофой бах бах баху суд подошку поставил вот второй здесь этаж это два этажа ведь один этаж это вот мое место 2 это для посуды посуду все здесь закрывай скорее о кошек запустили ведь рядом палубе щек это на нем обувь дальше не проходить утром стали в туалетово пришла привез своих кошек здесь вот еще показать что сразу не показал постель не заправляется примерно в течение часа чтобы проветриваться ну и прочее деревня вчера один день прошел здесь не могу нарадоваться и во сне то все вижу такое а тот сухари привез потолку чтобы я на мышкой не тронула когда нужно крайний случай и шкаф сделан видите как шкаф вот учета в нем есть тоже там сохранится говорят как жить заботиться в деревне своими силами построили материал достали вот так сейчас я пойду на улицу везде книги вон там мне подарок архимандрита арсения кондратюка видимо что украинец был в синоде жил в америке это итальянское издание полная 12 томов яна златоуста впервые видел одно издание очень сильная и он с полки снял у него там печать поставлена кондратюк архимандрит во франции служил и мне подарил и когда вашингтоне виктор потапов подарил мне компьютер то у меня был выбор в готове другое самолете больше не разрешалось а ну я подержал в руках думаю компьютер может достать а златоуста нет и взял златоуста и когда над океаном летели внизу были огоньки думаю сейчас упади что но я прижму к себе и сижу чемодан полный чемодан 12 томов они толстая бумага толстая вот так вот показать внизу всякие сумки вот эта большая сумка много места занимает узнать что за сумка ща вот туда куда-то и засунуть это место даже мы свободно перед сумм освободить это место полностью вот это место пространство должно быть полностью свободных ничего нет и вы поймете что это обдуманных это пленки и пленки говорите диски вот внизу тут еще эти шкаф как поэтому никогда не надо роптать что того другого нет нет еще построил все вот у меня спрашивает у вас жизни было такое чтобы делать надо и такие препятствия невыполнимые ни одного не было случая единственное что меня сильно как бы затруднило это открытие визы в великобританию но я стал спрашивать но все таки возможно или нет возможно все вопросы сняты главное отпечатки пальца проговицу ехать надо новосибирск машину не сам за рулем кто поедет все вопросы бог разрешил и когда здесь мне задержали открытие ее то москве я подумал в посольство они даже засмеялись новосибирске отделение это однопушечный выстрел не допустят как не допустят я же верующий а еще смешнее и однако встретились посол не посол там кто заместитель вышел я ему книги подарил и все это заснято и он с нами улыбался фотографировался вот как ну еще виталий спится хорошо здесь вот постепенно твои спортивные успехи все должны быть направлены на работу хорошая крепкая работа должна быть с радостью так я пойду сейчас на улицу или все наши который давал тебе эти инструкции тщательно проверили где-то их спрятать или выбросить счет тут нужно евангелия вот чем едут на благовестие все у нас есть и показал еще рукомойник вот какой рукомойник обыкновенный привязаны эти проволокой кружка наливать фрага с водой а рядом вот этот стульчик подремать веничек подмести можно было ведь и вот примерно по обстановке каждый может сказать еще даже не знаю сколько квадратов но и больше 20 квадратов вот это вот комната все здесь кухня здесь столовая приемный зал увидите здесь столы были один за другой как у меня на всю комнату почти цеплялись и много людей можно принять сейчас я выйду еще в сене так подожди-ка я маленько то 7 час один из пока не выключать чтобы стенках так покажи какие-то что у меня за сапоги сапоги старые принес Андрей мне починил видите проткнули там этими вот приехал другие сапоги есть на это рубаху принес вчера батюшка позвонил в местную метрополию ну и как а секретарь говорит собирался вдруг не могу не могу почему какое-то дело а владыка о владыка собирается владыка ну при это бывший секретарь до него был архимандрит филарет а я у меня дядя мамин брат на фронте погиб тоже филарет это все а тут полочка для головных уборов вот она видите как все ну просто что-то я не захватил может быть календарь и Андрей сделал тут отломилась коса смерти написано все да все умрем и все представим на суд божий вот на что не глянь вот абсолютно ты бы знаешь оделся лучше я тогда бы маленько попутно на этот интервью дам в это в стенках на выходе людям очень интересно вот где у нас самый современный счетчик покажи его вот приезжать прикиньте нет рядом зеркальце вот тут веревочка натянута в случае чего он вверху хамарики летают можно позицию ну а девица когда моется где-то вот залезли залезла уже где все довольны голубоглазое чудо а вот еще кот идет ну-ка пошел ну что здесь только заходишь вот пожалуйста и сказал им идите проповедуйте по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари а то у меня крылья от разных ястребов это колокол 1774 год про него написано мелодичный звук то я занимался преступником у меня две собаки в уголовном розыске я занимался но и рядом живу около линии железнодорожных и поезда туда идут останавливается и сюда красный светопор так положено им а раз останавливается значит бомбят и бомбят крепко я иду как тогда я ходил с собаками дежурил во внедомственной охраны в милиции гляжу вытаскивают большие ящики ковры а я один ночью вообще безрассудно так поступал сейчас помню а их четыре человека я один и грабят тут за то что ты видел тебя я как крикла них прекратить остановились это так быстренько вещи поднимайте кверху для собаки рядом сейчас будете порваны они не видят кто за мной стоит ночь быстро и все обратно погрузили погрузили в маг вагон забрасили там ящики с маслом были еще что-то потом это узнали то так больше чтобы здесь не было даете слова или нет или завтра милиции все будете сидеть отец да ты что да ты и в общем я спрашиваю я пошел ваше дело здесь так сидеть на место собакам они сидят не тронута собаки были у меня первое место занимали всегда я занимался день и ночь даем слово так я даю слово что я не скажу что вы здесь были и надо узнали все линейный отдел все узнали милиция ко мне нагрянула кто был я говорю я им дал слова что слова что не скажу ну ну как же тогда но мы знаем что вы заставили весь товар что скинули они там что-то такое ценное было чуть холодильнике кажется то что работа у них шла большие такие саперные ножницы там они перерезали в забы забирались и не знаю из холодильники это вытаскивали или нет лучше иначе лучше туда свет мешает мешает свет выключить а какой надо не на улицу можно выйти а можно на улицу выйти я не пойму можно на улицу выйти говорю ему вам я выйду сейчас подожди вот этот момент куда ничего не расскажу это очень интересный случай то но и милиции я не рассказал где где и чего и они милиции ну постояли все я говорю товары вернули вернули вообще еще надо то а у меня хорошие отношения я вел регулярные встречи ну как сказать проповеди 5 отделов милиции городских городское и краевое краевое помню как около 700 человек офицеров мы за мной приезжали я выступал это линейный отдел линейный при милиции это ну и вот один из них потом встретился мне и говорит мы говорит тут машина шлагер церковно опрокинулась и по такие круги вот такие вот примерно воску толстый воск настоящий спасики и там говорит прямо вдавленный лежал колокол а то подарок от преступников от уголов происхождение то его какое и какой звон то у него вот понимаете я чего бы не коснулся и везде у меня целая история вот такой ястреб вот и вечером идем уже солнышко к закату но еще не захотелось голуби рано ложатся спать гляжу голуби сидят на крыше витя беда какая-то кто-то на голубятня голубята на бане было ну ведь я схватил кажется клюка была мы побежали тут я дернул закрыли и забегаю залезли только туда на баню то а там ястреб вот такое крыло это одно вот второе но это не пропитанная это боль тут поел а то-то а сам здоровый такой он как лежу валяется один голубь съеден и 2 доедает как он бросился на окно тут растерялся крылья то я его он как когтями взял вот где он воткнул когти у него сразу соткнулись а посмотри какие когти вот его нога вот отсюда видать должно быть вон они видать нет ну и какие когти этого нога такая мохнатая это крыло народ его а крылья считать себя прибивает для детей стоит другой стороны но он видно что да да видно вот ну что поймала его оттуда вытащил ножом ему и горло доход взгляд какой горды уже все перерезано горло еще взглядом так повернулся налево на право голову повернул вот я как ощущение какой-то горды такой вот если мы вышли здесь у меня книги по там разложены немного висе показывают это на мешки сразу не там где что нужно если струме эти велосипеды стоят вот я видите такое маленькое пространство как будто на это комната 20 квадратов то а здесь больше здесь свадьбы были здесь 60 человек пресс-конференция могла бы 60 человек принимая у меня столы вот они лежат 20 человек за этот стол войдут вот он стол с двух сторон и стулья специально есть сделал сваренный это павел брат мой взял вот здесь мы молились позади с этой стороны покажи эти распятие это все убирается там в мешочке тут никого не было и здесь столы не было до стены много людей уходит то здесь и вот здесь скамейки идут на этой стороне на той 20 человек вот здесь вот были вот так повернута здесь 20 человек но и дальше туда пройти здесь холодильники два стоят но это все тряпки сейчас навешали вот это евангелие это тут надо свет включить другой вон там включи его хорошо нажать надо вот здесь вот стол видите вот еще 20 человек какие железные это сваренная на на чем это павел сварил где а вот здесь лежат доски которая на скамейке толстая там пятерка или семерка все как сделано видите еще обыкновенное простое но когда сколько здесь на фото окна когда открываешь тут окна во всю стену почти стену а здесь большой экран здесь вот так вот ставят скамейки тоже они где-то лежат здесь это детский просмотровый зал фильмы даже раньше у нас видеотека было где-то 200 или 300 фильмов было нас сейчас то вообще счета и никакого нет книги и вот дальше здесь еще покажу вот они лежат скамейки показать какие они толстые обрезаны вон они лежат этом скамейки а это для детей поперек которые это он там длинные лежат и вот эти на что скамейки ложить эти сваренные железные сваренные вот оно как и на них положено вот они все все в одном месте ничего не гниет это вот видите дребезги истлело ну заменят это шторка такая у нас шторка ну кто скажет ну как живут ты еще не знаешь как интересно живут здесь сказка я здесь держится есть эти капканы висят вот они где оси крысы появлялись что вот это вот книги какой-то 30 то легко взял такой ну и дальше оттуда мы тоже выезжали какие-то еще тут и гардероб фотомики не видно да здесь у меня запасные мешки была у нас женщина одна тарасова лидия у нее муж где-то имел доступ он не член церкви и он доставал мешки мне мешки пропиленовые не знаю сколько не меньше чем сотня наверное еще не тронутая я всех снабжал вот они лежат мешки видишь какие по деревне раз каждому по 20 мешков тут на семью а тут отлетела это картонка то на улице видать щели надо будет за забить окажется вон она я опустилась если не смотрели то тут снег обязательно был товары тут все тут есть закрыто пленочки для чего показывает для того чтобы научились люди жить в бедности красиво и интересно благодарение богу здесь смотрю это все евангелие разные евангелие вот посмотри сколько евангелие все это на благовестие вот большие здесь это бывают новые заветы библии там тоже то есть затаренное пространство банки это отдельно еще где-то есть и палатки военные летное училище было я там был занятий когда расформировали его превращали в институт юридический милицейский то мне многое дали 70 кителей там 70 брюк фуражки все такое и все это длите видите как здесь сделано на чем стоят эти сбитые щиты какая обыкновенная доска сколько на 20 раз два три 4 5 метр там почти поменьше маленько 15 а 15 15 но 15 значит 30 60 75 тогда на так выходит а это идет что у нас счетчик или что нет это включать тумблер на на лагерь а на лагерь на лагерь отсюда идет свет столбы все сами ставили столбы пасынки привязывали и вот здесь на полу видите кухня вышел взял вот посчитай на 20 квадратах так мы еще здесь содержим у меня за лето в среднем было 108 109 человек в лагере всем обеспечить обувь там отдельные склады есть вот так подключается свет идет надо надо на колодец качать вот и другой вот она это в баню опять же переключил на эту пошло в баню откуда не глянешь и увидишь что можно жить и притом в радости при том то что мы не чувствуем недостатка а хотели бы больше зачем мы как раз умещаемся здесь вот сегодня я пораньше я ложусь и пораньше встал ну ребята не будут роптать что я так на 5 минут раньше то их разбудил показательном добить это книги лежат те же самые те это один надо другой дополняет они были там на другом доме называется саманной а теперь перенесено все суда вот так это вам урок меня не будет а вы посмотрите за ребятишек как интересно показать у нас кор коршуненок был просто с ребятишками играл здорово метр тридцать крылья вот она где какие ну и за грачатами полетела мы пошли молиться и он как прилетел мокрый был дождик то и на повороте высокомольтное ленин крыльями замкнул его убило я написал стихотворение витя положил на музыку и поет коршуненок коря крючка нос и не боялся ли чего и вдруг любознательность тебя заносит на смертельные последний круг это как бы их молодежи наркотики один раз у колодца понимаете коршуненок и дети пели это делаю они плакали они очень любили его здоровый так мы молимся а он я иду за сапоги и есть просит кормить надо было но ты как интересно вот дети дети как развиваются то что они должны знать птиц вот покажи здесь рога какие это целая вон они держат рога барана рога тура тура один чуть не забодал старосту тут целая история за каждыми рогами это козел это страусы привезли вот на полке посмотрите инструмент краски для мотоцикла вот видишь что что здесь только тут чего нету все есть абсолютно однажды мы завтракали утром и смотрим страшный человек какой-то идет и за ним келенок а в это время его шерстой породы мощный бык такой достан так дорого стоило от отрок его игорь пошел не не взял с собой ничего но уже у него было такое что он мог даже напасть но не было то чтобы нападал то где-то но и он у него на игоря счетом корова гулялась и так он сидел книжку читал у него повалило давай и у них как рогами трава грязь у него колол здесь в ногу все туда это в грязь сято заходил он проколол его и у него теленок был ручной и он от быка то как-то отбился с собой пошел даже палки не взял ну как это может так он беспечный такой игорь в этом вопросе то но и идет и так вот потом сколько лечился он вот а вчера мне рассказывал ты наверно что пас и оси да оси пошел пасти и взял мир с собой кувалда кувалда колон 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 с большой длинной ручкой в степи пасти короб зачем жалобы сталина одного быка много-то все пойдет значит пасут с кувалдой вот это я понимаю правильно а то пошел ничего нигде нету а как надо я говорил отпиливать рога то есть подпиливать чтобы они были тупые и второе на голову вешается доска все время у него доска он видит как у лошади шоры чтобы она никуда сторону голову не поворачивал только прямо видела и и доска это все время вот так на на колышется он наклоняется траву есть а вперед он не видит и он в опасках когда он не видит и ты внезапно его ударил когда он пошел то и брать надо за ноздрюли вас на руку сунь на ноздрица широкие самое больное место и кольцо ему вставить туда за кольцо тогда ему не для тебя будет понимаете как доску повесить подпилить рога я говорил не послушали не послушали потерпели потерпели ну ладно человека не задавил а это час ну и говорю говорю говорят там же не отказался постигать не пойду пока бык этот есть поэтому тут игорь чего еще мне делать дома оставляю или забивай а этот тюрики называю фабрика макаронная директор морозов геннадий иванович нынче ему всех благодетелей нашел и всем подарил книги он сам приехал ко мне на ползунова я говорю вы мне еще кроме всего прочего подарили вот эти тюрики а что такое игру желток было желток видно яичные здесь в виде порошка и здесь а теперь пшеницу храню для голубей смотри сколько вот 33 ряда 3 это второй раз это 6 ну и дальше сколько их там стоит рядами и кроме того мешки под подцепленные у меня висят на крюках ну сколько ну тонна полторы две тонны для голубей и одна мышь не где-то в городе меня мыши там доедают вот видишь сколько показал на входе и на выходе из дома везде сумочки весят сейчас они не мешают но когда фильм будет тут все это разбазарим выключайте пожалуйста это и на дверях посмотрите надпись большое зеркало здесь же крест а то миша коряковца сделал видишь какой ровно крест такой должен быть крест вот эти как у сильно хорошо сделаны это он кажется сделал знаю андрей мастер мог сделать и откуда не поверни и везде в затаренном пространстве же в этом кошки отсюда лезут и там они в комнату заходят отверстие а когда не нужно их оттуда выкидывать там заткнули дыру и все все пока